Дорогой Дмитрий, расскажите, пожалуйста, где Вы учились и кто являлся Вашим наставником? Здравствуйте, Татьяна. Я окончил Московскую консерваторию по классу композиции у профессора-народного артиста России Владислава Агафонникова. Дмитрий, являясь композитором, творцом и создателем музыки, чем для Вас именно является сама музыка? Что для ней самое важное и главное? В музыке, я считаю, главное две вещи. Это искренность выражения, потому что музыка это дополнительный второй язык, когда кончаются слова, и не хватает слов. Тут приходит на помощь музыка, которая может напрямую передавать чувства, эмоции, какие-то более тонкие вещи, да? Поэтому искренность очень важна. И профессионализм. То есть музыка должна быть профессиональной. Мне кажется, что очень важно и для исполнителя, и для композитора просто излагать свои мысли. То есть, понимаете, вот такой тандем получается искренность, простота и профессионализм. То есть, ну, на самом деле это довольно сложно. То есть профессионально излагать, но просто. В общем-то, музыка, она говорит об эмоциях, о довольно таких, можно сказать, простых вещах. Я, например, не сторонник музыки серийной, да, которая подлежит математическому какому-то анализу. И тот же Веберн, например, говорил, мои партитуры не надо слушать, их надо смотреть. Да, действительно, там смотришь, они сделаны, это как, знаете, такой яйцо ФБЖ. Каждая деталь, там, каждая нота, она подчинена какому-то общему, какой-то общей концепции, общему замыслу, да. Это серийность и в звуковысотности, и в тембре, и в ритме. То есть, тотальная серийность. Дмитрий, я не сторонник такой музыки, я все-таки считаю, что музыка, она о другом, она о внутреннем мире человека, о его каких-то чувствах, об эмоциях. И она, в общем, как инструмент идеально для того, чтобы передать именно это. В этом отношении я за простоту музыки. Дмитрий, чем для вас является гитара в современном мире? В музыкальном мире. А здесь, как вы захотите это трактовать? В музыкальном, либо в современном, в современной жизни, что ближе для вас? Вы знаете, в принципе, любой музыкальный инструмент – это определенное средство самовыражения, да. Артист таким образом общается с публикой. И композитор, когда пишет для какого-то инструмента, тоже выражает себя через этот инструмент, разговаривает с миром. В этом отношении гитара, мне кажется, прежде всего, очень универсальный инструмент. Потому что это и старинный инструмент, то есть это мы знаем и ренессансную музыку, да, и барочную гитару, и блистательный 19-й век. И 20-й век, да, когда гитара невиданную популярность уже приобрела. То есть, в общем-то, этому инструменты подвластны все стили, все направления. То есть, ну, практически любая музыка, мы знаем, ее можно исполнить. От самой такой махаровой академической классики, от каких-то самых авангардных вещей до джаза, ну, это и фламенко, и, ну, в общем, практически все краски подвластны гитаре. Тем более сейчас и с помощью микрофона, ну, как бы ушла на второй план проблема камерного звучания инструмента, да, и гитара может конкурировать на уровне с другими инструментами уже в больших концертных залах. То есть, в этом отношении инструменты абсолютно универсальны. Ну, к примеру, ну, взять, если, допустим, рояль, да, да, на рояле можно играть и классику, и тот же джаз, ну, вот, например, какая-то музыка фламенко уже не подойдет этот инструмент, именно по тембру, по своей специфике не подходит. Какая-то музыка с этническими восточными корнями, где микрохроматика, интонация, может, индийская какая-то музыка, тоже не совсем вписывается в концепцию именно фортепианного звучания. Вот, гитаря подвластна и то, и другое, то есть и классика, и что-то там азиатское, восточное. В общем, в этом отношении, прежде всего, гитара очень действительно универсальный инструмент, вот, и, на мой взгляд, меньше всего надоедающий по тембру. Потому что он разный. Да, потому что действительно, возможно, разные тембры, но, в принципе, сам тембр как-то, он не вызывает раздражения при длительном каком-то прослушивании. И скажите, что же Вы написали для гитары? Недавно я закончил второй концерт для гитар с оркестром, премьера которого будет 22 ноября у Дома композиторов. Вот. Также недавно я закончил сонату для гитары, слово, которое прозвучит в вашем проекте, уже совсем скоро. Вот. Есть у меня и другие сочинения для гитары, это и гитарный квартет, и дуэт гитарный, сочинения для гитары с другими инструментами. Но есть и не только гитарные сочинения, это и хоровая музыка, и симфоническая музыка, и дуэт гитарного оркестра, и для больших составов. То есть, ну, я стараюсь быть таким всеядным композитором и писать для как можно большего количества инструментов. Ну, прежде всего, конечно, больше всего сочинения для гитары. Какой тематизм влёк в основу вашей сонаты? Ой, это сложный вопрос. Вы знаете, в ней есть, конечно, что-то от Прокофьева. В общем, мне даже хотелось, и я сознательно какие-то вещи взял от него. Мне хотелось, чтобы всё-таки в сонате угадывался какой-то славянский дух, колорит. И с гармонической, и с интонационной точки зрения. Это и лад. В общем, я под большим впечатлением делал фортепианных сонат. Первая часть, она такая, может быть, немножко романтического склада. Вторая, именно, ну, там прослеживается и фольклора, интонация нашего русского фольклора. Третья часть, это токата. Ну, в общем, в чём-то я... Она перекликается с финалом второй сонаты Прокофьева. Это тоже токата. Ну, и не обошлось без каких-то, конечно, таких испанских вкраплений. Ну, вот инструмент, вот, накладывает отпечаток, сумму гитарит. Слушать сочинение в исполнении самого композитора поистине особенное действие. Потому что именно композитор наиболее точно выражает свои собственные мысли. И нам сегодня предоставился случай услышать сочинение Дмитрия Бородаева «Сонату в трёх частях» в исполнении самого автора. Итак, встречайте, Дмитрий Бородаев!